что в ней делать что я заказал господи а какой противный звук всем привет дорогие друзья с вами руслан а давайте-ка сегодня попаяем давненько не паяли на столе у меня вот такой вот пакетик как обычно я не знаю что это такое что здесь лежит заказываю это все кучей очень много потом паяю что-то снимаю что-то не снимаю ну как-то сама девочки такие меня привлекают давайте посмотрим что у нас внутри как обычно никаких инструкций здесь какие-то позначения найду ссылку оставлю для вас конечно в описании проходите в описании смотрите судя по всему это какой-то аудио кодек и имеем печатную плату на ней у нас есть маркировки и к сожалению маркировок на резисторах у нас нету но для этого у нас есть друг мультиметр который нас всегда выручит вот такой товарищ и ну и давайте посмотрим что у нас есть кроме печатной платы также имеем у нас переключатели двух положениях имеем диммер который у нас пытается убежать вот такой круглый диммер обычный китайский самый аудио коды как я сказал одна емкость у нас также имеем транзистор какой-то маркировку я думаю ну вряд ли что-то получится разглядеть маркировка там имеется какие-то контакты я думаю они нам будут не нужны также имеем две микросхемы имеем под них две вот такие посадочные площадки это у нас диодик и какие-то ее резисторы резисторы у нас я смотрю а еще имеем диоды вот такого типа резисторы смотрю нас двух типов вот этих у нас 4 штуки а вот этих у нас здесь 6 штук давайте обратимся к платье и посмотрим что у нас да как ну диммер понятно у нас спикер 270 килоом и 62 килоом а еще 150 кило он интересно интересно здесь d1 d2 это вот эти вот два у нас так за кадром замерил сопротивление наших резисторов вставляем их согласно маркировки на платье у резисторов нету полярности вставляем их как хотим куда хотим главное по маркировке чтобы было все правильно вставляем 62 на 62 дальше возьмем на 160 на 150 кило извиняюсь вставляем их вот сюда все по фэн-шую все аккуратно снизу концы разводим естественно чтобы у нас ничего не упала таких резисторов давно довольно много но ничего страшного я больше не вижу резюков но один резюк вас остался щедрые китайцы по ходу дела подарили нам один резюк что не может не радовать далее возьмем 270 нет вру 620 возьмем потому что у нас один и воткнем его на свое законное место а вот следом пойдут 270 килоом у кого нет мультиметра можно взять загуглить маркировку по полоскам определить номинал резисторов и есть вот так это выглядит с другой стороны давайте сразу воткнем вот эти вот два диода они у нас абсолютно одинаковые d1 d2 и вставляются согласно маркировки у диода есть анод каток не забываем что полярность он имеет данном случае вставляются оба в одну сторону все имеем диоды и d3 у нас вот здесь находится один он также у нас имеется можно абсолютно без инструкции его найти маркировочка у него чуть больше и вот подписан 007 сверху есть ватка 0 и теперь давайте все пропаяем и пооткусываем потому что вот это уже коса мне мешает взял свой любимый припой механик свежащий ссылочка него будет описание отличный припой паяет изумительно вообще даже моим до потопным паяльником плюс не добавляю появится прям красота без плюсов плюс охватает вполне в нем даже добавлять не надо потом отмывать будет проще плату и пропаиваем 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 все дорожки ну 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 дик вот вот и вот такая краска сейчас получается красота вообще неописуемая и вот так все красиво с другой стороны все откусано вот этими кусачками стикс прайса за 55 рублей далее вставляем на свои места колодки наши микросхемы также согласно ключу у нас находится вот здесь колодочек у нас всего две ножки у них более-менее в этот раз ровные прям даже странно обычно колодки приходят все кривые так что-то у нас тут по ходу дела запаялась одна нога колодки не лезет поможем паяльником ничего страшного вторая колодочка у нас идет вот сюда таким же образом согласно ключу у них также можно маленько разогнуть ножки чтоб они у нас никуда не выпали у них ножки откусывать мы не будем давайте не будем терять время установим сразу же кнопочки вот эти переключатели так здесь тоже разведем ножки все переключатели одинаковые втыкаем их вот таким образом и наверное сразу будем прихватывать потому что они пытаются убежать у них очень много ног как видите их у них 5 и они пытаются убежать сразу прихватим и и красиво и теперь снова пропаиваем пропаиваем и еще раз пропаиваем очень много пропаиваем припой уходит бухтами сейчас спаяем херню которая на хрень не нужно тем не менее была заказана и возможно даже будет интересно но не факт зачастую приходит такая дичь что после пайки уходит просто в помойку и даже не на распайку ничего мы это паяем тратим время нюхаем флюс который припое достаточно вонючий но зато паяет красота вообще потом флюксовом что пройдемся сверху и вообще будет огонь вонючий но вот такая красота получается все красиво все блестит у нас остался транзистор вот это вот непонятная колодка и емкость емкость у оставится вот сюда эта емкость не полярная пленочная вставляем загибаем оставляем и транзистор у нас нарисован на плате мы его вставляем таким же образом как он нарисован то есть пузатая сторона за ту сторону главное не перепутать потому что он двинет кони очень быстро двинет кони а вот это вот я не знаю на хрена положили куда впаять это я не представляю и не вижу смысла куда это паять давайте по-быстрому запаяем последние пять контактов на данной плате и уже перейдем установки звукового драйвера на котором записано у нас судя по всему мелодии отгрызаем ненужные выводы вот так вот и еще раз вот так и давайте установим драйвер поставим его вот так вот для начала прихватим пролудим в обе стороны мало припоя еще давайте припоя много не бывает фиксируем чтобы у нас подостыл маленько любой есть и теперь можно пропаять остальные контакты и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы его быстренько найдем И впаяем на свое родное место А вот и он Этот пищащий товарищ Давайте впаяем сначала его Не знаю принципиально Мне кажется пофигу где у него полярности Впаяем как впаяем Он у нас в противофазе тоже может работать Ничего с ним страшного не будет Правда вот ножки у него Маловато для отверстий Имею ввиду По ширине Приходится ножки ему раздвигать Чтобы он туда вошел Есть Впаяем давайте Провода плюс минус Сразу же что время терять Которые китайцы нам Радостно не додали Хотя я думаю должны были додать И почему вообще плюс минус у меня здесь Есть И второй Вот здесь у нас плюс минус маркировка Не знаю сюда не сюда Сейчас впаяем И поймем сюда не сюда Здесь у нас тоже какие то маркировки Ну возможно это для программирования Инструктор нам китайцы не дали Мы же не в курсе Хотя могли бы быть в курсе Надо китайцу Звездочек поменьше поставить Чтоб в следующий раз думал Как отправлять девайсы без инструкции И диммеры С нераздвинутыми ногами Вот так вот На пакост или на плюсовой контакт Теперь в последнюю очередь Втыкаем вот эти микросхемы Обязательно в последнюю Чтобы не ушатать их статикой Если конечно же вы не в антистатическом браслете В антисатанинском В чем я глубоко сомневаюсь Потому что даже я без него Хотя он у меня есть Поэтому в последнюю очередь Вот здесь имеем маркировку CD4066 Как раз таки в руке у меня Микросхема с маркировкой CD46 Вставляем ее согласно ключу Не перепутываем Или перепутываем Давайте перепутаем в следующий раз Кому интересно ставьте лайк Перепутаем с вами полярность этой микросхемы И посмотрим на реакцию данного прибора И не надо к бабке ходить Царая микросхема у нас Она одна Вставлять нам больше ее некуда Кроме как в задницу Но в задницу вставлять нам ее тоже Как бы не в тему Давайте воткнем ее все-таки в колодку И вот так она села Вот такая красота Я кстати подглядел одним глазочком Что данная микросхема у нас питается от 5 вольт Точнее сказать от 4,5 до 5 Поэтому включаем лабораторный блок питания Кто не видел распаковку Вон там распаковка Вон там ссылка на блок питания Заходим, смотрим, покупаем Отличный импульсный блок питания Цены ему нету У нас такие стоят намного дороже И втыкаем А Что это? А Господи Как это выключить? Переведем все тумлеры вниз Ох ты, боже Боже ты мой Давайте Выключим это чудовище Что это? Что ты? Что ты? Я не знаю, что китайцы нам прислали Давайте повысим вольтаж до 5 вольт Я запитывал на 4,5 Давайте до 5 То же самое Вот это вот А, это у нас скорость увеличивает Давайте возьмем пинцет И попробуем позамыкать вот эти контакты Может быть что-то поменяется Что это за адская штука? Почему она не меняется? Что с ней делать? Что я заказал? Господи Какой противный звук А вы это слышите? Господи Что ты такое? Я даже не знаю, как это назвать Это что-то верещащее Это просто какая-то верещащая херня Я все пропаял Все припаял Звук идет Ну что ты такое? Зачем? Вот Амплитуда стала другая По-моему К нам едут Товарищи Полицаев Кто это? А это по-моему из танчиков По-моему это звук из танчиков Все Не будем мучить мои уши Я не знаю, что это такое Здесь 4 тумблера По 2 положения 4 по 2 4 в степени 2 То есть 16 позиций 16 можно комбинаций придумать Эта херня издает 16 комбинаций звуков Ужас какой-то Ссылка в описании Не заказывайте это адское чудо-удовище Мои уши Это было нечто Всем спасибо за просмотр С вами был Руслан Пока-пока